Приветствую! Сегодня у нас 10.05.2024 Вы с Олегом Соскиным на Большом канале Видите, время бежит, бежит, прямо не останавливается Итак, давайте-таки сделаю сюжет, вам решил такой интересный, думаю Это символы, какие произошли, на мой взгляд, какие-то необычные символы Были 8-го, 9-го, 10-го, может быть, вы еще какие-то назовете в эти дни И они связаны, прежде всего, вокруг Путина и вокруг его каких-то, может быть, будущих действий То есть, на мой взгляд, может, я ошибаюсь Ну вот, смотрите, есть такая вещь еще, футурология, да? Наука тоже интереснейшая И, ну, давайте такой символ возьмем 8-го числа ухудшилась погода в Москве Столица Российской Федерации В принципе, как бы, метрополе Остаточная структура от империи И резко погода стала зимней И 8-го там был вообще снегопад И есть такой ботанический сад в Москве И там есть, типа, аптекарский огород И вдруг из-за снегопада Там упала такая, ботанический сад Это называется, тоже Московского госуниверситета На минутку Упала Ива Ей 300 лет, да? Она так посадил ее в 1706 году Петр Первый Такой был, типа, царь у них, да? Который вот это сказал, что есть империя Стал называть ее Россия Ну, откуда Россия взялась, тоже знаете Сказал писать в этих посольствах За рубежом Латинскими элитерами Русь, Руссия Стали читать, как Раша Вот 706 год Это, получается, ей 300 лет Ну, еще немножко, да? Там было бы уже где-то, сколько? 320 через два года Вот она упала Ну, естественно Причем так упала Серьезно, конечно Вот, видите, как было такое Вот у них с ней такое произошло, да? Ну, можете, много материалов есть про это Что ж там было? Это была непростая липа Получается так, что В разгар вот этой погоды Упал один из стволов Древнейшего дерева Ботанический сад МГУ Аптекарский огород Эта липа упала Так Посажена была Петром Первым Еще до основания Этого сада Ну, и там еще остались Он, вернее Посадил он в саду еще Три хвойных дерева Ель, пихту и лиственницу Ну, и все Сам приезжал Смотрел за этими деревьями Ну, такая есть, как бы История, что В принципе, подобный садил Такие, как бы, веточки В свое время Это у нас был Лот Когда там у него Произошла такая Очень тяжелая история С его дочерьми Содом, Гамора Там Жена Лота Ну, почитайте Вот И вот Посадил тоже Петр И вдруг Вот эта липа Осталась еще Лиственница, кстати И Эта Древесина Ее очень устойчивая Это Сибирская Лиственница Любимое дерево Было Петра Первого Очень такое Древесина Жесткая Ее В Венеции Там Строили дома В Санкт-Петербурге Из нее Что же дальше То есть Такого Снегопада Еще не было Ну, по крайней мере Лет 30 Они не помнят Чтоб такой был Снегопад Вот в этом Ботаническом саду Аптекарский Огород Что же тут происходит Следующее Для нас То есть Как бы Наследие Помните, да Путин был Там В Ленинграде Санкт-Петербурге И вспоминал Петра Первого Что тот Прорубил окно В Европу Взял Северное море Там Ленинград Там был построен Да И Швеции Положили Предел Там Финляндию Взяли под контроль Там Балтии Страны Литву Латвию Эстонию То есть Не так просто Все Правильно Такая символика И он говорил Что в принципе Вот ему надо Тоже как-то В этом направлении Работать Проханов Говорил Что Путин Это вообще Как бы Инкарнация Екатерины Там И Ленина И Сталина Ну и Петраж И Ивана Четвертого Кстати То есть Получается Такой какой-то Символ Для Путина Да Восьмого Числа Перед Вот этим Девятым Девятого Мая Как известно Шел снег Там Тяжелые условия Были для этого парада И там еще такое Интересное событие Было Тоже необычное У кого-то Когда шли Эти Парад Шел У кого-то С этой колонны Военной Башмак слетел И так они идут А башмак Лежит себе На этом Как бы Площади Тоже такое Необычное Правда Явление Вот Второе Такое То есть Снег Ну третье Снег Липа Это же север пришел Да Северный поток Пришел В Москву Башмак Этот Типа Там Кто туфель Потерял Да Липа Петра Первого Ну и вот Сегодня Десятое Получается Еще такое Тоже Такое Нехорошее Плохое Событие Произошло Вдруг Автобус Рейсовый Или какой Упал Прямо в центре В мойку В этот канал Ну вот Возле какого-то С моста Возлюбленных Или как Там Много Уже там Ушедших Из жизни Там Человек Больше Двадцати Было В общем Непонятное Абсолютное Явление Как бы Днем Ничего Такого Ну в общем Светло Было Чего он Туда Упал Вообще Да То есть Символы Символы Что-то они Нам говорят Как думаете Что говорят Ну вот Если все Соединить То получается Что Путин Ну надо Уже Ему уже стучат И говорят Парень Давай начинай Северную Компанию Уже тебе пора Потому что Времени мало У тебя Вот Уже Башмаки Падают Липа Упала Досталась Только Лиственница И Петр Первый Типа Стучит Тебе Что ты Давай Вперед Парень А то там Уже В Ленинграде Санкт-Петербурге Какие-то Нехорошие Уже такие Символические Кармические События Начали Происходить Да Как бы Жертвы Жертвы Да Ну и В принципе Как бы Уже все Созрело Уже Мишустина Он подал На премьера Там Поменяют Там Разные Ходят Толки Как там Шойгу Герасимов Останутся Или нет Сложно Сказать Но Если Начинать Компанию Типа Новую Северную Войну Или Удары Тактическим Ядерными Какими-то Там Снарядами По Туннелям Украины По Этим Теплоэлектростанциям Гидроэлектростанциям То Наверное Как бы Нужен Новый Министр Обороны И Дюмин Например Этот парень Вообще Без комплексов Вот И такой Как Суровикин Который Тоже Абсолютный Так сказать Конвейерный Убийца Кстати Линию Суровикина Именно он Построил Которую Так сказать Зеленский Так и не смог Взять ее И Ермак Сколько они там Не приказывали Вперед Вперед А Линию Суровикина Не пробили То есть Какие-то события Могут Произойти То есть Для того Чтобы поставили Совсем Обезбашенных Готовых На любые Действия Может быть Нужны Такие Как бы Как Дюмин И Суровикин Будет так Не будет Мы не знаем Но то Что Суровикин В Африке Тоже справился И выбил Оттуда Французов И американцев Это Сто процентов То что Он По сути Создал Там Боевые Армии Которые Взяли Под контроль Целый ряд Государств Западной Африки Это надо признать То есть Суровикин Это Серьезный Такой Конечно Военный Кат Вот И Что-то То есть Это И Дюмин И Суровикин Они Я уверен Без всяких Как бы Сомнений Для себя Угрызений Совести Еще что-то Выполнят Приказ Нанести Тактические Ядерные Удары По Туннелям В Львовской Области Чтобы Разрушить Связь Закарпатиям Украины По Этим Теплоэлектростанциям Чтобы их Нельзя было Восстановить По Гидроэлектростанциям Вокруг Хмельницкой Ударят Ровенской Атомной Станцией Чтобы их Вырубить Там То есть Это люди Совершенно Вообще Мне кажется Они Вне Морали Поэтому Он их Может Поставить А Кураторами Будут Шойгу И Герасимов Вот Такое Может Событие Иметь Ход Ну конечно Тогда Украине Вообще Это Кранты Будут Прямо Скажем То есть Если Будет Тактическое Ядерное Оружие Применено То Я Вот Как Скажем Сторожил Чернобыльской Атомной Аварии Который Это Все Пережил И Видел И Потом Там Был На той Территории Я Могу Сказать Что Это Блин Из Того Что Мне Рассказывали Там Один Хороший Товарищ Сергей Николаевич Сарцева Небесная Ушел Уже 40 Дней Сказали Мне Друзья Мои Вот Один Из Тех Кто Тоже Тушил Этот Страшный Ядерный Пожар То есть Это Погибли Сотни Тысяч Людей Миллионы Стали Калеками Так или Иначе Поэтому Это Тяжелейшее Испытание Это Как Ядерный Изрыв Просто Бог Спас Тогда В принципе Просто Мы не Понимали Атеистами Такими Были Материалистами А сейчас Молодежь Нас Тоже Ничего Не Соображает Поэтому Могут Они Это Сделать Могут Сделать И я Думаю Что Как бы Эти Символы В совокупности Они Показывают Там Болтовняшу Харьков Он возьмет Нафига ему Харьков Харьков Как его возьмешь Там Миллионный Город Как его Можно взять Тем более Там у людей Оружие Уже Там Такие Отряды Созданы Плюс Сто Процентов Что Если Послал Ну Это Надо Минимум Двухсоттысячную Группировку Минимум Где он Ее возьмет Да И Она Погибнет Там В Харькове Ее Положат Однозначно Поэтому Надо Быть Полным Безумцем Нанести Удар Ядерный Тактически По Харькову Можно Нанести Но Тогда Путину Кранты Будут Его Никто В этом Не поймет Ни Китай Ни Индия Никто Поэтому Потерять Своих 200 тысяч Которые Погибнут В этих Уличных Боях И куча Техники Так это Безумие Тоже Для него Дурость Всякую Пишут С одной Стороны Зайдут С другой Стороны На Сегодняшний День Харьков Взять Нельзя Невозможно Это и не нужно Какой смысл Путину Тратить Столько Всех Сил Ресурсов Это специально Ему Критины Всякие Говорят Давай Пойди на Харьков Все Когда Перед ним Лежит Полностью Как говорится Оголенное Готовое К потреблению Финляндия Норвегия Литва Латвия Эстония Да еще и Польша Зачем Как говорится Огород Городить Плюс Соединиться С Калининградом Кёнигсбергом И навсегда Германию Войти Как бы В Это самое В подбрюшье Германии И навсегда У них Выбить Из головы Мысли Про Восточную Пруссию Кёнигсберг Правда Можно Ну а Фигуры Типа Народ Так Настроен Общество Все Раз настроено Так значит Будут вас Дальше Молотить Раз настроены Пока не Перебьют Тех Которые Настроены Воевать Их не так Много В принципе Это я же говорю 90-е годы Надо перебить Но там была Демографическая Яма Поэтому их Очень мало Это молодежь Не обученная Совершенная Как бы Непонимающая Страха Незнающая Ничего Незнающая Неведающая Не имеющая Знаний Прошлого Поэтому Обычно Это как Мотыльки Они должны Все сгореть Вокруг В том числе Ядерной Лампы Я бы так Охарактеризовал Вот эту Всю символику И что может В ближайшее Время Произойти Нехороший Сценарий Правда Но Он становится Все более реальным Василий Мусоскин На большом канале Смотрите Думайте Соглашайтесь Не соглашайтесь Но В конце концов Когда Если не дай бог Сбываться начнет Чтобы вы же были готовы До новых встреч